Всем привет! Меня зовут Яна. И сегодня я хочу рассказать о еще одной новинке на моей кухне. Это медленная варка от компании Китфорд, модель КД-214. Это очень простой в использовании кухонный прибор, в котором можно приготовить огромное количество блюд. Самое прекрасное в медленной варке то, что еда в ней практически не убегает и не пригорает. Положили продукты, закрыли крышкой, выставили режим приготовления и все. Готовка началась. Не нужно подходить, что-то перемешивать и как-то вмешиваться в процесс готовки. Медленная варка все приготовит сама. Принцип работы похож на приготовление пищи в русской печи, где еда сначала нагревается до высокой температуры, затем томится, а потом медленно остывает в течение нескольких часов. Благодаря такому температурному диапазону продукты готовятся практически в собственном соку, сохраняя в себе все витамины. В комплектации идет основной блок, внутри которого расположены нагревательные элементы. И снаружи у него имеется панель управления, керамическая кастрюля и стеклянная крышка. На панели управления находятся дисплей кнопки. Старт, стоп – это запуск и остановка приготовления. Таймер – установка времени приготовления. Отсрочка – установка отсрочки старта. Стрелочки вверх-вниз – это уменьшение и увеличение времени приготовления с шагом в 30 минут. Кнопка «Хай» – режим сильного нагрева, кнопка «Лоу» – режим слабого нагрева и кнопка «Подогрев» – режим подогрева. Мне уже не терпится показать медленно варку в деле. В руководстве по эксплуатации я нашла много рецептов, начиная от каш, супов, вторых блюд, до приготовления различного вида мяса, до даже приготовления пирогов. И как раз сегодня я хочу с помощью медленно варки приготовить персиковый пирог. Из продуктов для приготовления понадобятся консервированные персики, пшеничная мука, овсяные хлопья, сливочное масло – его нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким, сахар, молотая корица и мускатный орех. Персики режем на небольшие дольки. Половинка персика, из нее получается три дольки. Порезанные персики выкладываем на дно керамической кастрюли. Далее смешиваем овсяные хлопья, пшеничную муку, сахар, молотую корицу и мускатный орех. И все это хорошенько перемешиваем. Добавляю в смесь сливочное масло. Как я уже говорила, лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. И руками начинаю его разминать вместе с сухой смесью. Будет получаться рыхлое тесто. В итоге получается вот такое рыхлое тесто, которое я сейчас буду выкладывать поверх персиков. И так равномерно распределяем поверх персиков получившуюся смесь. В конце распределения вот так вот аккуратненько, немножечко надавить, но не сильно, чтобы не раздавить, конечно, персики. Потому что они очень мягкие. Накрываем крышкой и закрепляем с помощью специальных боковых зажимов. Нажимаем кнопку старт, далее таймер. Устанавливаем время 3,5 часа. И выбираем режим слабый нагрев, low. Готовка началась, ждем. За 20-30 минут до окончания приготовления я убираю крышку, чтобы остатки влаги немного выпарились. И так, давайте попробуем, что же получилось. Очень нежный вкус, необычный. Советую вам его приготовить и воспользоваться для этого медленной варкой Китфорд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!